Все внимание общественности не только края, но и страны приковано к Красноярскому экономическому форуму. Сегодня стартовал основной день работы. Стратегия 2030, образ будущего России. Так звучит тема пленарного заседания. Лидеры страны, регионов и бизнеса представили свое видение на грядущие годы. Какое место в них займет Красноярский край, расскажет Денис Денисов. Здесь всегда идет свободная, активная, острая дискуссия. И представители научного и экспертного сообщества, я уверен, внесут остроту в обсуждение и сегодня. Среди участников заседания первые лица страны, края и города. Лидеры экономики и научные деятели. Основные темы неизменны, но все актуальнее с каждым годом. Как сделать Сибирь привлекательной для инвестиций? И как грамотно использовать молодые таланты, что могут дать огромный импульс развитию во всех сферах? Мы обязаны вместе сформировать стратегию, которая позволит нам оставаться в числе лидеров мирового развития. У нас для этого есть все. У нас есть талантливые, трудолюбивые люди, способные на многое. У нас есть огромные природные богатства, земля. В ходе форума подписано более 20 соглашений о сотрудничестве органов власти и крупных предприятий страны. В том числе и двухсторонний договор между Красноярским краем и компанией «Полюс Золото». Для региона это означает приток новых инвестиций, а для бизнеса гарантированное развитие и прибыль. Соглашение подписано. Цели, которые ставят для себя крупные экономические игроки, совпадают со стратегией развития края. Рост экономики региона обеспечит и рост в нем уровня жизни. Наработками в долгосрочном планировании наш губернатор готов поделиться в ближайшее время и со своими коллегами из других регионов. Базовая пленарная дискуссия меня убедила в правильности наших позиций, в правильности наших подходов. У меня еще предстоит встреча с губернатором Ульяновской области, где тоже активно работают на стратегии. Мы тоже обменяемся здесь позициями, но уверен, что и это будет укреплять наше видение будущего Красноярского края. В ходе дискуссии стало очевидно, всех проблем, которые испытывает экономика регионов, можно было избежать, если бы 15 лет назад стратегия развития продумывалась так же тщательно, как сегодня. Денис Денисов, Евгений Шестаков, 7 канал.